Приветствую вас, друзья! Ёлочка, новогоднее настроение. Пусть оно будет с вами, независимо от того, когда вы смотрите это видео. У нас для вас плохие новости. Любите в картишки перекинуться? А знаете, что игра в карты неминуемо приводит к вызову демонов? По крайней мере, так постулирует церковь и не какая-нибудь там средневековая. Но и теперешние батюшки из церквушки по соседству обвинят вас в богохульстве. Если ваша рука лишь прикоснется к игральным картам. Почему, спрашиваются, священнослужители, пользующиеся смартфонами и интернетом, продолжают еще с 15 века утверждать, что какие-то, казалось бы, бумажки с картинками, активизируют потусторонние силы. Вот об этом и не только. Сегодня в магии игры от проекта Slots City Show. Для начала позвольте напомнить простую истину о том, что наша жизнь таки игра. И нам, людям, не чуждым азарта, играть в этой жизни. И с этой жизнью просто интересно. Просто нравится. И дело не в самом выигрыше. Мы с вами получаем кайф от самого процесса, не забывая при этом призывать на свою сторону его величество фарт. Да, прибудет таки с нами фарт, господа пановые. Кстати, в комментариях расскажи о том, какое именно занятие, кроме секса, сна, еды и ритуального лежания на диване, тебе приносит максимальное удовольствие без привязки к результату. Оно же у тебя есть? Я, например, господа, обожаю наваливать на бас-гитаре. До кровавых мозолей на пальцах левой руки. До скандалов с соседями слева, справа, снизу и сверху. До ярких визитов полисменов по вызову тех же коммунальных сожителей. И не забудь, кстати, нажать на колокольчик. Итак, в прошлом выпуске мы затронули тему игральных карт, а именно историю их происхождения и подошли вплотную к раскрытию истинного значения этого феномена. Рекомендую вам посмотреть предыдущий наш выпуск. Ссылка на него находится внизу под этим видео. И там вы узнаете, кроме всего прочего, что современные игральные карты представляют собой лишь упрощенную версию средневековых карт Таро. И все это окутано мистикой и оккультным символизмом, понимание которого позволит совершенно по-новому взглянуть на обычную и привычную для нас колоду игральных карт. В этот раз предлагаю вам копнуть еще глубже. Напомню, что христианство категорически осуждает игральные карты как такие, тогда как атрибуты и инструменты других азартных игр обходят своим вниманием. Ведь играть на деньги можно и в настольный теннис, но при этом ничего крамольного церковь в ракетке и шарике не видит. Странно, правда? Ватикан официально запретил прикасаться к картам еще в 15 веке. Православная церковь сегодня называет игральные карты орудием бесообщения, посредством которого человек входит в контакт с демонами. Все четыре картежные масти, по мнению церкви, подразумевают не что иное, как крест Христов. То есть крести там или трефов. И как может, спрашивают они, какая-то шестерка, небрежно брошенная на стол, побить крестового короля? Это богохульство. Дальше. Масть пика – это хуление на евангельскую пику, то есть копье, которым пронзили Иисуса на кресте. Масть черви хулит евангельскую губку на трости, пропитанную уксусом. Ею, согласно преданию, римские солдаты пытались смочить губы Иисусу. И, наконец, масть бубны хулит, вы не поверите, или таки поверите. Евангельские кованые четырехгранные гвозди, коими были прибиты руки и ноги Спасителя к древу Христа. Я ничего не придумал, а лишь воспользовался официальными источниками. Вас такое объяснение устраивает? Меня тоже не очень. Мы же не дети. Так, может, копнем еще глубже? Между прочим, после того, как мне в глубоком детстве прочитали родители на ночь сказку про Мойда Дыра, знаете такую? Друг из маминой и спальни, кривоногой и хромой. Я начал реально бояться умывальников в любом их техническом исполнении. Они в моем воображении всегда оживали, обрастая ногами, руками и другими членами. С одной лишь только целью – насильно почистить мне зубы и вымыть мои детские еще ничем не запятнанные руки. Чем в детстве пугали вас, друзья? Напишите мне в комментах. Мне очень интересно, кем стращали представители нашей целевой аудитории родители. Это поможет нам, по крайней мере, лучше узнать друг друга. Откровенность за откровенность. Только чур Бабая и Серенького Волчка не вспоминать. Они давно не актуальны и сошли бесследно с большой арены детских и взрослых ужасов. Вот я держу в руках колоду современных игральных карт, которые значительно отличаются от первых средневековых карт Таро, периода 15-16 веков. Лишь в 17 веке в Европе массово появляются так называемые марсельские карты Таро. В отличие от ранних версий Таро, они уже намного проще в своем художественном исполнении и максимально приближены к современным, привычным для нас игральным картам. Простота их изобразительного замысла говорит нам о том, что автор колоды желал распространить свое детище среди широких масс населения. О том, что все будет хорошо. Может сыграть симфонический оркестр, а может спеть и Верка Сердючка. Хорошо, все будет хорошо. Название марсельские эти карты получили и сохранили за собой на протяжении веков от имени своего создателя, средневекового мистика, мыслителя, философа и политика Марселио Фичино. Еще в 1462 году неформальный правитель Флоренции Козимо Медичи поручил Фичино создание так называемой Платоновской академии в городе Кореджи. Академия представляла собой нечто вроде общественной организации со свободным членством, но на самом деле занималась выработкой политических рекомендаций правящим кланам, дабы олигархам средневековья было легче охмурять местный флорентийский электорат. То есть разработкой марселевских карт занимался по-нашему, по-сегодняшнему, глава администрации президента или его главный советник. Ощущаете масштаб и важность момента? И что же эти все Медичи и Фичины пытались донести до своих учеников через карты? Они утверждали, что вы, вот именно вы, вы конкретно, никогда не умрете и у вас впереди еще не одно путешествие по мирам довольно странным, но до жути интересным. А как вам такая туристическая перспектива? Нравится? Ну тогда давайте копать еще глубже. Марселлио Фичино создавал свои карты, оказывается, не для игры. В его Платоновской академии они использовались в качестве учебного пособия, в качестве инструмента для восприятия новой космогонии, новых философских учений и революционного на тот момент мировоззрения. Игра в марселевские карты лишь закрепляла постигаемое учение, подобно тому, как сегодня дети закрепляют пройденный материал в игровой форме с помощью разных картинок. Уже в 20 веке апгрейд. Обновление этих средневековых карт сделал один из самых загадочных мистиков первой половины прошлого века. Погуглите это имя. Алистер Кроули. Он создал так называемое Таро Тотто, колоду которых вы можете свободно сегодня купить на любом книжном рынке. Это про него в свое время спел великий и ужасный Ози Осборн, задаваясь вопросом в своем шедевре, общался ли таки мистер Кроули с душами умерших. Группа Битлз поместили Алистера Кроули на обложку своего легендарного альбома 1967 года Оркестр клуба одиноких сердец сержанта Пеппера. И через все это так или иначе проходят карты Таро и феномен современных игральных карт. И вот, господа, мы подошли к моменту, когда настало время заглянуть в самую суть карт. И их провозглашаемую церковью богопротивность. Для этого рассмотрим первую карту великих арканов колоды. Это карта Шут под именем Ноль. Шут, он же Джокер, он же Дурак, он же Профан, он же Злой Клоун. Это, вероятно, самый распространенный после Иисуса Христа символ западной цивилизации. Последняя же карта европейских козырей Таро носит название Мир, которым обозначается Вселенная и, в частности, наша планета. Всем миром, на весь мир. Вот в таком смысле надо понимать этот термин. В современных упрощенных игральных картах этот символ не сохранился. Карта Мир представляет из себя аллегорическое изображение совершенного человека, божественного Гермафродита или Адама Кадмона. Таким образом, череда великих арканов Таро открывается Джокером, Дураком, необразованным и неотесанным Профаном и заканчивается картой, обозначающей совершенного человека, стоящего на пороге божественности. Окультисты Средневековья и современные мистики объясняют череду великих козырей Таро как своеобразное путешествие человеческой души по разным жизням, отмеченное остановками, где каждая остановка соответствует особой карте, причем каждая из карт представляет из себя отдельный мир со своими уникальными характеристиками и физическими законами. Сама концепция долгого путешествия души по мукам, терниям и разным непохожим местам ради накопления опыта предполагает бессмертие этой души. И это бессмертие реализуется в нашем материальном мире, в котором душа и накапливает свой опыт. Опыт великого путешествия, отмеченного арканами, то есть картами Таро, не может быть обретен смертным человеком в течение лишь его одной единственной жизни. Отсюда проистекает главный еретический постулат Таро, а значит, из современных игральных карт. Эта символическая система предполагает переселение душ. Концепция переселения душ в разные тела по мере износа и по мере накопления личного опыта прямо противоречит христианским догмам, которые постулируют, что человек живет лишь единожды и после смерти своего физического тела ожидает воскресения ради страшного суда. Причем воскресение должно состояться в том же теле, в котором и жила душа. Поэтому именно из-за непримиримых противоречий с христианскими догмами смысловые ключи к пониманию истинного смысла карт Таро и современных игральных карт хранились в глубокой тайне. И эта порой излишняя таинственность была в первую очередь связана с деятельностью Святой Инквизиции, доносительством, разгромом Ордена Тамплиеров и общей неграмотностью большинства населения в средневековой и даже сегодняшней Европе. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и да пребудет с нами фарт! Подписывайся на канал, если хочешь быть в курсе самых свежих новостей из мира азартных игр.